Улица трудящихся полностью заставлена автомобилями, кошки негде проскользнуть. Знак, запрещающий парковку и остановку для водителей этих транспортных средств, не помеха. Скоро и без того узкая проезжая часть станет непроезжей. Некоторые водители и вовсе останавливают машину на перекрестке, чтобы не попасть под знак. Запрещающих знаков Анапе много, но нарушители не воспринимают их всерьез. Администрация города взяла эту проблему под контроль. С 1 ноября запущен в тестовую эксплуатацию приобретенный прибор Тайфун. Он автоматически фиксирует нарушения правил остановки и парковки автомобилей. Прибор оснащен системой ГЛОНАСС, определяет местоположение припаркованного транспорта. Транспортное средство проезжает, фиксирует транспортные средства, находящиеся именно на этом участке, сопоставляет данные со спутниковой системой ГЛОНАСС, обрабатывает их, распознаются номера и дальше уже процесс идет. Разработаны несколько схем маршрута. Один день эвакуатор работает на этих улицах, один день работает эта машина. Особенно любят нарушители район, городской больницы, улицы Ленина, Трудящихся и Черноморскую. Любителям оставлять автомобиль в неположенном месте грозит штраф от полутора тысяч рублей. Причем постановление об административном правонарушении будет приходить за каждое нарушение. Камера покажет. Больше всего в этом трагично то, что постоянно курортные жители приезжают, им некуда машины ставить. И эвакуаторы приезжают, их одну за одной забирают. Просто надо двух-трехэтажные парковки ставить вместо зданий. Количество автомобилей на дорогах Анапы растет. Вопросом строительства парковок и стоянок давно задачились местные власти. Эти вопросы совместно с управлением архитектуры разрабатываются, включаются в планы работ дальнейшего развития города. И как бы работа идет в этом направлении. Ежедневно новый прибор фиксирует около 70 правонарушений. В перспективе в городе планируют запустить еще несколько подобных систем наблюдения и фиксации нарушений.